здравствуйте меня зовут алина и добро пожаловать на мой канал дорогие друзья по многочисленным просьбам сегодня я сниму видео как упаковывать пастилу возможно это видео поможет новичкам которые только начинают делать пастилу или вообще каждому кто хочет делать вот такие вкусные и приятные подарки своим родным и близким возможно какую-то идею вы возьмете себе на заметку у нас будет два выпуска сегодня первый выпуск я просто покажу упаковку конечно можно брать вот такие вот специальные упаковки но я сегодня покажу как можно совсем бюджетно но красиво упаковать пастилу и фрибс а также будет второй выпуск где я покажу как я упаковываю новогодние подарки в принципе они не будут очень сильно отличаться но некоторые нюансы новогодние коробочки это конечно атрибутика праздника и она будет присутствовать ну что поехали у меня очень много всего на столе и сейчас все пошагово я буду вам рассказывать и еще один очень важный момент конечно же при упаковке пастилы я обязательно надеваю косынку чтобы мои волосы были спрятаны а также у меня конечно же будут перчатки с пастилой из квадратных сушилок все намного проще а вот пастила с круглых сушилок здесь есть свои нюансы я вам все покажу и расскажу оставайтесь с нами итак первое мы берем в любом супермаркете в отделе где продается все для выпечки есть такие пакеты вот на такой вот липучки это оптимальный вариант они недорогие но они прозрачные выглядят очень хорошо что я делаю сейчас покажу вам один лайфхак который я использую для упаковки пастилы у меня есть файл просто обыкновенный файл я обрезала его со всех сторон полиэтилен здесь более плотный поэтому файлы очень хорошо использовать для упаковки пастилы зачем вообще нам это надо когда вы упаковываете пастилу в вот такой мешочек пастила липкая и не всегда возможно красиво ее выложить тогда мы просто сворачиваем файл вот таком вот таким образом вставляем пакет выравниваем по всей поверхности и теперь в этот файл я буду укладывать пастилу таким образом упаковывают все сладости пирожные с кремом которые упаковывают прозрачные полиэтиленовые пакеты но надо так чтобы стенки пакета всегда оставались чистыми используют примерно такой же метод особенно когда вы упаковываете от круглой пастилы вот такие вот рулетики положили вам сколько нужно потом разровняли внутри пастилу доложили сколько вам нужно вынули все и у вас красиво пастила нет пятен у вас нет проблем с упаковкой если вы хотите немножко украсить можно добавить на задний фон еще апельсинов там или других фриксиков допустим это все будет вот так выглядеть теперь вынимаем просто пакет который был внутри все пастила наша выглядит очень хорошо и с с одной стороны и с другой теперь мы запаковываем эту пастилу заклеиваем все и вот вам уже готовый подарок аккуратный красивый теперь ее можно обмотать или же бечевкой просто вот такой бечевкой или же лентой любой лентой вот у меня и вот такая есть лента и такая можно цветной лентой сейчас осень ну есть у меня вот такие лепесточки можно свободно продеть вот в эту дырочку и на написать пожелание и кому это все кому вы приготовили этот подарок можно написать имя да все что угодно в принципе все теперь аккуратненько делаем ножничками завитушки и все и наш подарок готов второй вариант упаковки более интересным мы будем делать пастилу на шпажках они тоже продаются в любом магазине их можно купить смотрите у меня вот такие односторонние шпажки то есть чтобы один край был тупой а второй был остренький на них мы будем нанизывать пастилу как я это делаю такие шашлычки из пастилы очень любят детки для начала нам нужно несколько сортов пастилы сейчас я покажу вам как я делаю шашлычок из такой прямоугольной это у меня манговая пастила с кунжутом на моем канале есть видео мы просто сворачиваем ничего здесь придумывать не надо это очень все легко и просто свернули на этом месте проткнули протыкайте аккуратненько все подвинули вот посмотрите какой красивый шашлычок у нас получился можно меньше пастилы накручивать но это уже по вашему желанию можно вообще всего три штучки теперь вот такой шашлычок нам нужно упаковать в полиэтилен вот видите я не использовала вставку и уже плохо она застреет невозможно ее упаковать сейчас внизу мы это все зафиксируем красивой лентой все вот такой шашлычок из пастилы очень приятно кому-то подарить сейчас я покажу еще один варит вот такая змейка у нас получилось тоже хорошо экспериментируйте пробуйте может вам понравится вообще что такое эдакое дорогие друзья я попробовала еще сделать такое ассорти когда не очень много пастилы она такая вот маленькая и между ними банан в орехах вот я сейчас это все упакую в упаковку выглядит тоже симпатично вот такие три варианта но здесь уже ваш полет фантазии можно делать все что угодно сейчас я вам покажу еще один вариант когда можно подарок делать в чашке и и тогда нам не нужна специальная упаковка нам нужно будет просто вот такая вот прозрачная упаковочная лента она продается тоже везде вот я отрежу сейчас от нее примерно 50 сантиметров и потом мы упакуем нашу сюда очень хорошо ставить пастилу которая круглая так теперь сюда мы будем наполнять эту эту чашку будем наполнять фрипсами одно я укладываю несколько фрипсов груши сейчас пойдет больше ананас и 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 Любую чашечку, которая вам нравится, ставить туда пастилу и засыпать это все просто фрипсами. Праздничными, красивыми, яркими и очень вкусными и полезными. Дорогие друзья, теперь перейдем непосредственно к упаковке, которую я покупала для того, чтобы упаковывать пастилу. У меня есть вот такие вот пластиковые маленькие коробочки. Эти коробочки я купила на Алиэкспрессе. Допустим, в них можно ложить пастилу ассорти. Также, вот сейчас вам покажу. Ее будет здесь немножко, но для, чтобы попробовать, я не знаю, грамм 20, наверное. Я делала йогуртовые конфетки, вот так они у меня упакованы. Так я отправляю нашим клиентам. Есть роза из пастилы. Мы ее закрываем. Все, и можно не бояться, что она где-то повредится, помнется, еще что-то с ней случится. Все, она уже упакована, она закрыта. Вот так получилось. Видео, как делать розы, есть у меня на канале. Ссылочку я оставлю. А также, друзья, есть видео у моей коллеги Оксаны. Она тоже пастилье. Есть прекрасное видео, как сделать подарок. Упаковка подарка розы из пастилы. Очень хорошее видео, повторять я его не буду. Я оставлю ссылочку внизу, можете посмотреть. Так, давайте дальше. Смотрите, в каждом магазине тоже есть. Это то, что из доступных. Вот такие вот для маффинов или там для чего? Для конфеток, я не знаю. Есть большого размера, маленького. Вот такие бумажные формочки я буду скручивать пастилу и укладывать ее. У меня есть пастила, как квадратная я разрезала на полоски, так и круглая я разрезала на совсем тоненькие полосочки. Это для вот таких маленьких форм. Смотрите, у меня есть готовая коробка белевской пастилы. Она уже упакована. Здесь 4 вкуса белевской пастилы. Выглядит вот так. Уважаемые зрители, для основных заказов мы используем вот такие пакеты. Зип-застежка из-за пайка. Максимальный вес для такого пакета у меня 200 грамм. Больше 200 грамм нельзя пастилы туда вместе. Упаковка пастилы готова. Уважаемые зрители, это далеко не вся упаковка, которую я использую. Это самые такие варианты ходовые, которыми я пользуюсь. Приятного вам аппетита! Будьте здоровы! Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. С теплотой к вам! Наша семья Кэр! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...